МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самарский инвестор кратно увеличивает площади земляничных полян. Отследили все конвейеры, заглянули в каждую цесерну. Компания «Нектар» прошла серьезную проверку. На время инспекции аудиторы буквально жили на предприятии. Сертификация добровольна, но тем ценнее оказалась награда. Знак «Самарское качество» – это региональный бренд доверия. Мы вообще стараемся, чтобы потребитель, который покупает наш продукт, был уверен в качестве его. И на самом деле этот знак – это еще одно подтверждение работы, хорошей работы нашего коллектива, нашей команды. Предприятие не стоит на месте. Модернизация производства идет постоянно. Прошлый год – 87 миллионов литров. В планах на 2019-й уже 120. Потенциал завода более 200 миллионов литров. С выходом на проектную мощность региональный производитель закроет 12% всего сокового рынка страны. Участие человека в производстве минимально, при этом во главе угла – качество. В натуральных соках компании «Нектар» – не грамма сахара. Яблоки – наши местные с Приволжского и Сызранского районов. Мы собираем и получаем наше сырье в момент самого сочного фрукта, когда фрукт только созрел, когда он набрал наибольшую сочность, то по отношению к фруктам, лежащим на полке, наши соки будут еще и выигрывать под содержанием витаминов. Поэтому и знак «Самарское качество» заслуженный. Скоро его можно будет увидеть на новых упаковках компании. Система такой сертификации появилась в прошлом году по поручению губернатора Дмитрия Азарова. С сентября сертификацию прошли уже шесть компаний. Данный знак для нас, для потребителей – это гарантия качества. Гарантия качества, гарантия того, что это произведено именно у нас, в Самарском регионе. Наверное, это основная цель, которая преследовалась. Об этом говорится и в соответствующем распоряжении правительства в Самарской области. Кроме этого, знак «Самарское качество» дает преимущество при госзакупках. Сертификат автоматом прибавляет к заявке до 15 баллов. На тендере серьезно вырастают шансы на победу. Аудит на соответствие требованиям могут пройти и компании из других регионов. Однако для этого они должны открыть производство в нашей области. Снова с поклоном к земле. На полях сельхозпредприятия «Сургутская» расчерчены десятки грядок. Проложены сотни метров капельных линий. Идет закладка новых ягодных плантаций. Три года назад, когда садоводческое хозяйство приобрела группа компаний «Синка», здесь было на орошение всего-то 4 гектара садовой земляники. К слову, здешнюю ягоду жители области хорошо знают на вкус. Растет она на богатых черноземах с минимальным количеством подкормок и обработок. Одним словом, сама природа заботится о ее экологичности. Инвестор же позаботился об увеличении производства востребованной сладости. С водом 12 гектаров в Сергиевском и 1 гектара в Кошкинском районе площадь земляничных полян составит более 30 гектаров. Рассаду выбрали фрига. Она не имеет вегетативной части растения, а имеет корни. Эти сорта более урожайные, они дают около 1 кг с куста, более транспортабельные, мякоть у них плотная, по вкусовым качествам сладкие. Вся земляника будет на капельном поливе. Это гарантия успешного садоводства в засушливой зоне. Миллионы рублей вложены в систему орошения. Это и строительство скважин, создание накопительных водоемов, прокладка распределительных сетей. Модифицит этой ягоды достаточно большой. И мы предпринимаем усилия для того, чтобы увеличивать наши площади. Это, конечно, большие инвестиции, потому что прежде чем заложить, посадить ягоду, нам необходимо привезти сюда воду. Воду добыть достаточно тяжело в наших засушливых условиях, но мы с этим справились. А вот уже спеют плоды инвестиций. Плантации, заложенные за два последних года, уже скоро выдадут на гора урожай сладкой и ароматной ягоды. После закладки нового земляничного поля садоводы подведут орошение и на смородину. 7,5 гектаров, которые заложены в прошлом сезоне, и 2,5 высадят в этом. Продолжение следует...